А-а-а-а-а Всё, что тебя касается Всё, что меня касается Всё только начинается Программа «Наши всё» Всё, что тебя касается Всё, что меня касается Всё только начинается Это наше всё Самый лучший Стоп, 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 дружище Чего ты решил петь? Ну, вообще, как бы Как не петь, Вика, четверг Наш эфир, моя соведущая Наконец-то рядом, но, знаешь Сегодня, наверное, ещё не просто четверг, а 1 июня В студии Виктория Сарата и Андрей Козинский Да, ну, знаешь Мы-то в студии, но есть одно но Но? Но, это не главное, Вика Главное, что сегодня, наконец, началось лето А лето это что? А лето это маленькая жизнь Лето это моя стихия, понимаешь Моё подкачанное и великолепное тело уже готово к пляжному сезону Бла-бла-бла Какое-то вот, знаешь, несоответствие картинки и звука Ну, вот, от тебя, знаешь, так и хочется услышать Шаурмы мне, пожалуйста, на две штучки Бабушка, где мои пирожки? Вот, знаешь, лишь бы меня вот убежать постоянно Она обиженных воду возит, Андрюш Ну, на самом деле, я, конечно же, шучу Ну, хорошо, ладно, давайте так вот О чём сегодня мы поболтали? Андрюша, главная тема это день защиты детей Плюс к этому скоро выходные Поэтому постараемся нашим зрителям Посоветовать только самые интересные места отдыха Ну что ж, дорогие друзья Берите в ручки пультики Делайте звук погромче И в ближайшее время готовьтесь ловить волну позитива И хорошего настроения Это программа «Наше всё» Мы начинаем Смотрите сегодня в программе «Наше всё» Большой компанией в настольные игры? Не знаете, где собраться? Подскажем и экскурсию в антикафе проведём Программа «Подросток» отмечает свой второй день рождения Где и когда собираются уссурийские тинейджеры? Спросим Теперь это не присказка Как уссурийский тигр по улицам уссурийска гулял? Покажем и о новой программе «Цирка Шапито» расскажем Нашу историю вспомним и планы на вечер посоветуем Партнёр программы – оптово-розничный магазин концтоваров «Бан Дум» Всё необходимое в одном месте Партнёр программы – компания «Формула ДВ» Реализует продажу и доставку всех видов технических газов Улица Кирова, 10Б, телефон 378045 Программа «Наши всё» благодарит магазин «Все яркие» За предоставленную одежду ведущей Ну что же, от слов сразу к делу О нашей любви к настольным играм мы уже рассказывали и не один раз На днях мы освоили ещё одну игру «За бортом» Называется в этой игре игроки садятся в лодке Делятся припасами, пытаются доплыть до берега При этом нужно спасти друга и уничтожить своего противника Всё просто Интересная игра, хотя на первый взгляд она кажется очень сложной Но когда понимаешь правила, азарт заставляет придумывать ходы, грифсти Поменяться местами, отбирать вещи, карты Использовать зонтик, аптечку или сигнальный пистолет В общем, всё как у нас в России За тёплые места приходится драться Во время боя каждый участник складывает собственные показатели силы С аналогичным показателем имеющихся при нём вещей У кого больше, тот и победил Соперники могут звать на помощь других игроков в любом количестве Проигравшая сторона кладёт себе жетоны ран И если количество ран становится равным количеству вашей силы Сначала вы подойте в обморок, так сказать, без сознания становитесь Ну а получив ещё одну рану, тонете Максимум с игрой «За бортом» можно собраться с компанией из шести человек Но обычно настольные игры сопровождаются шумными комментариями И, собственно говоря, поэтому, чтобы не ругаться с соседями Лучше большой компанией вместе с друзьями пойти поиграть в антикафе И если вы не знаете, где это, смотрите небольшую экскурсию, которую мы сняли для вас на днях Самый центр города – Некрасова, 61 Именно здесь геолокация антикафе «Стимпанк» Я в этом месте раньше не была, интерес зашкаливает, поэтому, друзья, за мной! Здравствуйте! Мы у вас первый раз Рассказывайте, что у вас есть интересного? Здравствуйте! У нас заведение нового формата общения В нашем заведении бесплатно всё, кроме времени Так, хорошо! А как это общение бесплатно и только за время платить? А пройдёмте, я вам всё покажу Вот в этом зале у нас можно провести отличное время У нас есть множество настольных игр разных возрастов и тематики А что за игры есть? Вот многие думают до сих пор, что настольные игры – это вот нечто там лото и… Игры есть разные Есть игры, которые длятся от 30 до 40 минут А есть игры, игра «Ужасархова» называется Она длится по несколько дней Мы начинали у неё играть и закончили только через 3 дня В эту игру можно играть до 8 человек Правила этой игры заключаются в том, что в Америке в 20-х годах 20-го века Напали монстры, вампиры и всё тому подобное И детективам, докторам надо очистить этот город От всяких ужасов, которые нападают на них Переграждают дорогу и просто мешают выполнить задания Классика американского жанра У них там постоянно и в фильмах, и в мультфильмах, и в играх нападают монстры, зомби и всё прочее Скажите, пожалуйста, вот играли 3 дня Вот прям с самого утра и до вечера позднего? С самого утра и до позднего вечера, иногда даже задерживались В общем, так она увлекла, но всех спасли? Да Хорошо, какие ещё игры есть? Рассказывайте поподробнее Я вот смотрю, многие названия мне знакомы, многие не знакомы Также у нас есть очень интересная игра, по которой у нас очень часто проводятся турниры Называется она Ticket to Ride Это игра про экономическую стратегию Выстраиваем свои маршруты, поезда, грузоперевозки И надо сделать так, чтобы перекрыть дорогу своему противнику В эту игру играют до 4 игроков, до 5 То, кто самый первый доберётся до своего пункта назначения, простроит все пути Тот победил, набирает больше 300 очков и становится победителем Скажите, а сколько в среднем занимает времени вот эта игра? Эта игра в среднем занимает от 40 минут до 1 час Хорошо, а вот чтобы стать участником турнира, за какое время нужно подавать заявку? Чтобы стать участником турнира, нужно следить за нашими соцсетями Где мы выкладываем наши объявления в данных мероприятиях Подавать заявку, записываться и играть И играть Хорошо, отлично Ну расскажите, что здесь за какие-то квадратики Прямоугольники красные, жёлтые и зелёные Для чего они вообще нужны? Эти квадратики, прямоугольники нужны для того, что Есть карточки с путями, которые надо проложить К примеру, попадается путь Рига-Бутапешт Мы прокладываем пути, у каждого игрока выбирает свой цвет У него есть варгончики, есть станции Потом, когда идёт игра, он вытягивает карточки Отсюда выпадают карточки разных цветов Когда он собирает определённые количество разных цветов К примеру, выпадают две жёлтые карточки, он собрал Он может построить путь И зависимо от того цвета, которого у него в варгончики Построить путь на жёлтом железнодорожном пути К примеру, он перекрывает путь, ему выпадает чёрная карточка И он перекрывает путь на чёрном пути Всё, он закрыл путь другому игроку Другой игрок уже не может пройти по этому пути Ему придётся обходить А, то есть ещё дальше строить какие-то длинные, длиннее Да, да, да Ну и, собственно говоря, главное построить вот свой путь Да, там Рига, какой у нас здесь был? Будапешт Рига-Будапешт Хорошо, понятно Ну, обычно настольные игры для компаний от трёх человек А вот если у нас два человека и нет у нас компаний больше, что нам делать? Можем ли мы найти какое-нибудь развлечение в антикафе? Конечно, мы найдём развлечение У нас также есть электронная приставка такая как PlayStation 4 с последними современными играми Та-да-да-дам! Пойдёмте! У вас прям целая отдельная комната, да, для PlayStation? Да, у нас для PlayStation целая отдельная комната, где вы можете уединиться вдвоём, посидеть, поиграть в последние игры Такие как Mortal Kombat XL, FIFA 17 В скором времени приобретём Injustice 2, который очень знаменит современной молодёжи А какая игра самая популярная? Я помню Mortal Kombat ещё с нашего детства, когда вы на SEGA играли Mortal Kombat, да, он набирает до сих пор популярность ещё, сам помню, играл на SEGA А также у нас стоит вот самая популярная игра в нашем заведении, это Mortal Kombat XL, которую мы можем сейчас продемонстрировать И так, мы уже не раз говорили, да, о том, что антиковсорбокс Антикафе — это новый формат отдыха, особенно популярный на Западе Как наши уссурийцы относятся к этому отдыху? Привыкают ли к нему и вообще как-то, насколько популярны? В наше время уссурийцы начинают привыкать, мы набираем популярность Люди приходят просто провести деловые встречи, попить чай, кофе, печенье, поиграть в настольные игры Ну, насколько мне известно, хорошо провести время можно не только внутри антикафе, но и рядом с антикафе Стимпанк Рассказывайте, как это можно сделать? А у нас мы приглашаем на нашу площадку различных музыкантов, которые играют на улице, играют внутри нашего помещения У нас выступали такие группы, как Пайтон, город Арсеньев Приезжали музыканты из Благовещенства, с Находки, с Владивостока Также 10 июня у нас приезжает известный музыкант, который околестил уже весь мир, Павел Хардинов 10 часа всего в 6 часов вечера будет на нашей площадке А вот сами играете на площадке? Ну, сам, да, играю, даю себе волю расслабиться за музыкальным инструментом Ну, а мы даем вам эфирное время Ну, что я могу сказать здорово, у вас здесь очень адрес, улица Некрасова 61 А время работы? Работаем каждый день без перерывов и выходных с 10 утра до 10 вечера Друзья, ну, если вы не знаете, где и как провести хорошо время со своими друзьями в большой компании Тогда вот вам наш совет Улица Некрасова 61, Антикафе Стимпанк, ну, просто советуем Итак, сегодня 1 июня, первый день лета И немножечко информации о том, что интересного происходило в городе несколько лет назад в этот день Начнем с 2015-го День защиты детей необычно отметила мото-сообщество Уссурийска Парни на железных конях собрали средства гигиены для воспитанников детских домов А также подготовили концерт и спектакль Все это под эгидой игрушечный пробег В том же 2015-м телекомпания Телемикс отметила свой 15-й день рождения массовой монстрации Это было первое шествие ростовых кукол, которое повторилось в прошлом году В день рождения программы подросток Российские и зарубежные мультперсонажи дружной колонны вместе с нашими телезрителями Прошлись от телекомпании до городского парка В этом году подросток отметит свой день рождения не менее ярко и красочно Но об этом мы расскажем чуточку позже А пока конкурс Друзья, доставайте свои мобильные телефоны и набирайте номер, что видите на экране Сегодня в качестве подарочка у нас билет в исторический парк отдыха из Угрудная долина По этому билету вы всей семьей можете хорошо отдохнуть на природе и сделать массу красивых, а главное семейных фотографий Вот если бы ты еще погромче говорил, тогда бы зрители с кухни пришли бы и начали Что можно сделать? Семейные, замечательные, великолепные фотографии В общем, друзья, набирайте номер телефона и участвуйте в конкурсе В день защиты детей вопрос у нас тоже будет соответствующий Итак, международный праздник этот отмечается сегодня, 1 июня Вопрос вот какой Агу, переводится агу Нет, в общем, назовите нам островное государство, где этот праздник длится целый месяц Для участия в конкурсе достаточно прислать смс-сообщение или сообщение ватсап Звонить не нужно, с первым телезрителем, который пришлет правильный ответ, мы сами свяжемся 3 июня подросток отмечает второй день рождения Праздник обещает быть массовым и итог покажут выпуски программы за 7 число Собственно говоря, поэтому, друзья, мы пригласили ведущих праздничного выпуска Это Валерия Степанова и Тимофей Жовтый Ребята, привет! Привет! Ну, рассказывайте, как будете отмечать день рождения программы? Ну, в общем, это все будет проходить на базе отдыха Благодать Параллельно с этим будет проходить фестиваль красок Холли Вход на который для детей до 5 лет будет бесплатный Для взрослых 150 рублей, а для детей обычных уже 100 рублей Для обычных детей 100 рублей А хоть раз были на празднике Холли, скажите мне? Да, были, было очень весело Что обычно делать на празднике Холли? Вот для меня, для человека, который ни разу не был И у которого пока еще нет 100 рублей такой суммы, чтобы попасть Ну, обычно там кидаются красками, веселятся, танцуют Ну, это, в принципе, и есть основное занятие Что еще будет, ну, помимо самого фестиваля? Помимо красок будут танцы, конкурсы с призами, мороженое от телекомпании И сюрприз от программы подросток Будут мастер-классы от цирковой студии «Искорка» Можно будет попробовать свои силы на моноцикле, роликах и джоли-джамперах И также будет открытый микрофон Любой сможет сказать все, что хочет Рассказать о своих увлечениях, о том, как он живет И его покажут по телевизору А еще 3 июня в 12 часов на базе отдыха «Благодать» Ведущие программы подросток решили, ну, не просто отметить свой день рождения Но и сделать доброе дело Ребят, скажите, что там у вас за идея с подарками? Одновременно с праздником мы будем проводить акцию «Подрастает малютка» Гости праздника могут привезти подгузники от 6 до 14 килограмм Главное, чтобы они не были слишком маленькие, потому что малыши уже подрастают Ребят, знаете, я вот тоже решил присоединиться к вашему доброму делу Вот, смотрите, держите, такой, ну, знаете, мой небольшой вклад Друзья, вы, кстати, тоже присоединяйтесь и не забудьте фотографироваться с подгузниками Выложить фото в Инстаграм и подписать хэштег «Подрастает малютка» Всех участников акции мы покажем в программе «Подросток» 7 июня Итак, небольшой вклад сделан, друзья, вперед делать добрые дела Ребята, спасибо, что сегодня пришли и были с нами Отличного вам отдыха в день рождения подростка А когда пройдет этот праздник, напомните? 3 июня В 12 часов на базе отдыха «Благодать» Ну все, ребята, пока! 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 Плавными шагами эфир программы «Наше все» подошел к гороскопу Итак, начинаем с Овнов Вам следует активно приняться за дело Вооружитесь необходимой информацией, материалами и средствами Иначе все важные события пройдут мимо вас Телец, в начале лета наступит очень сложный момент Когда многим из вас покажется, что почва уходит из-под ног Только без паники Планы, которые в этот период рухнут Не стоит оплакивать Самое разумное – поблагодарить судьбу И взглянуть на дело под другим углом Многие близнецы 1 июня почувствуют спокойствие И уверенность в себе и в своем избраннике Ветер удачи вновь подует в ваши паруса А семейная жизнь многих близнецов пойдет в стабильную колею Для Рака сегодня день широких возможностей карьерного роста Лучшими сотрудниками и начальниками для вас Сейчас будут те, кто старше по возрасту Они с радостью окажут поддержку и покровительство Львы, приглушите жажду риска Сегодня лучшая схема – это проверенные действия Особенно не стоит принимать решения с пылу, жару и по поводу работы А вот девам не стоит стесняться эксплуатировать свое везение Вы его честно заслужили Весы, избегайте недомолвок и обид Делайте первый шаг и говорите на чистоту А еще не планируйте крупных покупок Скорпион – это наиболее удачный день для учебы Идеально, если сдача важного экзамена, защита диплома или диссертации придутся именно на сегодня Стрельцы, ваше романтическое настроение – это повод, наконец, проявить инициативу Поэтому просто берите и действуйте В козерогах проснутся трудяги Если работа будет в удовольствие, тогда вам по силам решить будет любой вопрос А вот если придется делать что-то через силу, тогда лучше ничего не делать Водолей, один из бонусов дня – это возможность не слушать совет со стороны Пользуйтесь своим советом и не тревожьтесь, если появятся непредвиденные обстоятельства Вы с ними очень легко справитесь Рыбоактивное участие во всех событиях дня не обязательно Займите позицию наблюдателя Тем более, что сегодня у вас появится любознательность Вот такой вот, дорогие друзья, гороскоп на сегодняшний день Далее небольшая реклама, после которой в нашей студии появится Настоящий тигр Приветствуем всех зрителей программы «Наше всё» В студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий Вот за что я люблю свою работу, так это за то, что здесь не соскучишься Обещали, что к нам приедет цирк, так он и приехал Друзья, мы рады познакомить вас с нашими гостями Максим, администратор цирка «Шапито» И Ростислав, дрессировщик цирка «Шапито» Демидовых Здравствуйте, мы очень рады вас приветствовать здесь Здравствуйте Здравствуйте Вот шокирующие представления, великолепные трюки, чудеса Вот так вот запомнился жителям ваш прошлый приезд в наш город Скажите, что подготовили на этот раз, чем будете удивлять? Чем будете удивлять? Как минимум мы удивим большой группой хищных животных Мы привезли не только рыжих, всеми вам привычных тигров Также есть и белые бенгальские тигры, очень редкие И африканские львы, привезенные из Южной Африки, из Притории Священное животное Африки Самая главная задача этого аттракциона Донести до зрителя социум тигров Как общаются с людьми, то бишь со мной И как вот сейчас мы демонстрируем, как мы можем привезти тигрицу к вам в студию Вот просто так Также в дальнейшем, надеюсь, можно будет прогуляться по городу с ней у вас Вот знаете, что мне больше всего понравилось и запомнилось из того, что вы сейчас мне сказали Ну, мы привезли не только привычных для вас тигров Ну, у нас-то, да, вуссурийские-то вуссурийские тигры просто так ходят, да, в очередях за колбасой стоят Как и медведи Как и медведи, в принципе, да, согласна Ну, скажите, пожалуйста, вот это Магда Да, да Вот какие она трюки выполняет и вообще, то есть, что она делает в цирке Она, наверное, там одна из... заводил Поскольку сейчас вот Магда для меня, вот я прям уже 20 потов у меня сошло Сейчас вроде я себя уже хорошо чувствую Это у тебя А у человека, который поплотнее, чем ты, по размерам сошло потов еще больше Я скажу так Ну так вот, рассказывайте, как Магда Какой у нее характер, как она вообще себя ведет? Так, про Магду, что я могу сказать У нас очень хорошее с ней отношение Она единственный тигр в группе, с кем можно пойти прогуляться по городу, скажем так, в какой-нибудь парке Ну, а из трюковой части стандартные цирковые трюки Там, прыжки в огненное кольцо и тому подобное Всевозможные там построения пирамид Но мы все же хотим показать не то, что они там умеют, а именно взаимоотношения Тигров, львов, как вот... как это... как одна большая семья Как они все друг с другом взаимодействуют, как себя ведут Это очень подкупает Придите, посмотрите Хорошо, Максим, а как вы... вы все молчите? Вы все еще боитесь? Вопросы Красислава, поэтому он больше знает про животных, так как непосредственно работает с ними Поэтому, что касается вопросов по животным, он отвечает на вопросы Я могу рассказать про остальную часть нашей программы Это наши экстремальные ребята, мото-каскадеры из Колумбии, из Южной Африки Они будут на скорости 60 км в час исполнять трюки в шаре смелости Это, ну, такое экстремальное, такое серьезное шоу, где там люди смотрят, так скажем, с открытым атон все это Также они выполняют трюки на канате, то есть ходят по канату, танцуют, прыгают, катаются на велосипеде Это все... все эти номера выполняются без страховки Также у нас очень такой экстремальный номер есть, это метание ножей в человека, так скажем То есть у нас весь метатель ножей, человек, ну, артист из Сирии, очень, ну, всю жизнь занимается этим Метает большие такие острые ножи в человека, в кручащееся колесо То есть, ну, это достаточно экстремально смотрится Мы, кстати, с Андреем готовились к вашей встрече и вот видели, что у вас в шоу-программе, как раз-таки все, что вы рассказали А еще нам очень... Интересно, кто такой человек-пластилин? Вот именно для меня, вот я не знаю, мне было... Он просто мечтает после, когда закончит свою работу на телевидении, стать человеком-пластилином Человек-пластилин? Да Так расскажите Человек-пластилин? Человек-пластилин, он, ну, изгибает свое тело в таких, скажем, проекциях, которые не свойственны обычному человеку Он пролазит через теннисную ракетку диаметром 30 сантиметров, ну, то есть полностью тело его проходит Глотает шпагу, которая 50 сантиметров длиной, настоящую металлическую шпагу И самая такая изюминка, которая, ну, всегда в памяти любого зрителя остается Он сверлит себе нос настоящим сверлом, настоящую дрелью Ох, я думаю, что эта работа не для тебя Для тебя работа человек-шар Нет, я могу один раз с ним согнуть свою конечность, и все И на этом закончим, да? Хорошо, ну, вернемся к животным И в первую очередь вернемся к нашей тигрице Ну, вы сказали о том, что она не против погулять по парку, по улицам города, да? Ну, а Уссурийск, собственно говоря, это как раз-таки тот город, да? Где просто, ну, уссурийскому тигру нельзя не прогуляться Поэтому на днях наша Магда прогулялась по улицам нашего города Давайте посмотрим, как это было Магда Здорово! Никогда не видела так близко тигра Я думаю, это вполне нормально для Уссурийска Каждый день такое происходит Дорогие друзья, мы вновь в студии Артисты из Шапито Демидовых побывали по всему Дальнему Востоку Были в Сибири, в Казахстане Программа очень масштабная Вот расскажите нам о масштабах своей программы Да, шоу у нас действительно международного уровня У нас в нашей программе задействованы многие артисты Из стран Африки, из Великобритании Там, да, из восточных стран, да, из Сирии Ну, и многих других, и все Изюминка в том, что наш коллектив еще хотелось сказать вот об этом Все мы разговариваем на разных языках Но мы понимаем до друга с полового слова Вот это очень здорово И показывает действительно слаженную работу Не только в плане организации И в плане показа нашего шоу Уже завтра, в пятницу, 2 июня Будет премьерное представление Рассказывайте, во сколько И где шатер цирка? Да, шатер цирка будет располагаться В районе центрального рынка Улица Кузнечная, 14 2 июня состоится премьера То есть, ну, там, честно сказать Это будет закрытое мероприятие 3 числа у нас уже билеты в продаже На 3 и на 4 число Продлятся наши гастроли, ну, как минимум 3 недели Все зависит от посещаемости От жителей города Как нам будут ходить Насколько понравится наша программа Но я в этом не сомневаюсь, что она понравится И чем больше у нас будет посещаемость Тем дольше мы будем находиться в Уссурийске Ну, я думаю, что мы не сомневаемся вообще тоже Не на секундочку, что программа понравится Мы помним отзывы наших уссурийцев От прошлогодних ваших выступлений Все было очень здорово, круто И я тоже уверена, что это выступление будет Очень-очень-очень здорово и круто Приходите, друзья Не пожалеете, будет нереально круто Ну что же, цирк Демидовых уже завтра С премьерным выступлением в нашем городе А пока информация для тех, кто не знает, чем заняться сегодня вечером Сегодня в 22.00 на нашем канале Будут показывать художественный фильм «Дикое поле» И немножко о сюжете Митя приехал в село, затерянное в бескрайних степях Казахстана Чтобы работать врачом Пациентов у него хватает Многие приходят к молодому доктору Не только с физическими недугами Но и пожаловаться на жизнь Поделиться какой-то радостью Все бы хорошо, только вот своя личная жизнь у парня не складывается И кроме этих пациентов у него никого нет Драма «Дикое поле» стала лауреатом многих престижных кинофестивалей В том числе была отмечена как лучший фильм на кинофестивале «Золотой орел» А на Венецианском кинофестивале получила приз Международной ассоциации поддержки арт-кино Вот такой вот фильм сегодня в 22.00 на канале Телемикс Ну а теперь настало время окунуться в нашу историю Именно флакон привлекает наше внимание От этого зависит наше желание Прикоснуться нам к этому аромату или нет То с парфюмерией знакомы были с 18 века Когда стали применять нюхательные смеси Или же какие-то декоративные соли Которые хранились в маленьких сундучках И практически умещались на ладошке Или можно было опустить в перчатку С 19 века уже такой викторианский стиль был в парфюмерии Когда стали производить серебряные флаконы Украшали инкрустации Или же керамические емкости небольшие Тоже украшенные цветами Или же стеклянные флаконы Но стеклянные флаконы граненые И переливались со всех сторон К 20 веку уже обширно стали изготавливать парфюмерию Но российская парфюмерия отличается тем Что она соседствовала с аптекой И треть флаконов, конечно же, производится во Франции Потому что там есть специализированные предприятия И на выход аромата требуется около 30 миллионов рублей И это еще не предел Но в Россию парфюмерное производство дошло гораздо позже И несмотря на то, что мы использовали основы Западной Европы Мы все равно принесли какую-то самобытность Специфический аромат И то, что относится именно к нашему быту и к традициям Дорогие друзья, наш эфир плавно подходит к своему завершению Но, знаете, это не самое главное Главное, что сегодня стартовал самый теплый период Пусть пока наша погода не особо радует, но пару недель и все устаканится Друзья, с этого дня больше позитива Радуйтесь мелочам, хватайте родных и близких в охапку И вперед на природу Большой дружной компанией сходите в антикафе И не забудьте в цирк съездить Ну а в субботу повеселиться вместе с подростками На дне рождения их программы на празднике Холли Пройдет он, кстати, в Борисовке Друзья, пишите нам в социальных сетях Оставляйте комментарии под фотографиями в профиле телекомпании в Инстаграм И, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы Давайте будем делать телевидение нашего города вместе Завтра, пятницу, встречайте с Алисой Романенко и Сергеем Сурмачевским А если в эфире эти ребята, значит, конец рабочей недели пришел И впереди долгожданные выходные Которые всегда нужно проводить только с пользой Не забывайте об этом В первый день лета хорошие настроения вам дарили Виктория Сарата и Андрей Козицкий На сегодня все, наше все Партнер программы – оптово-розничный магазин концтоваров «Бан Дум» Все необходимое в одном месте Партнер программы – компания «Формула ДВ» Реализует продажу и доставку всех видов технических газов Улица Кирова, 10 Б, телефон 37-80-45 Программа «Наше все» благодарит магазин «Все яркие» За предоставленную одежду ведущей Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Это наше все